Привет, просветители. Сразу же прошу прощения за мой голос, я заболел, поэтому, возможно, сегодня всё будет тихо. АСМР практически. И не очень эмоционально. Но ничего, сами темы добавят жару. Несмотря на то, что учебный год уже закончился, да, я знаю, как воспримут эту фразу те, кто сейчас даёт ЕГЭ. Школьная трешанина даже не думает останавливаться. По-моему, она вообще только набирает обороты. Горшочек, я же уже просил. Не вари. Хватит. Что не день, то новая чудесная идея, запрет или постановление. Сегодня поговорим о школьных туалетах. Да, вечер понедельника становится томным. Обиженных ветеранах и учителях-надзирателях. Администрация города Вуктыл извинилась из-за того, что школа номер два республики участвовала в конкурсе на худший туалет, который проводила компания Доместос. Участвовать в конкурсе компании решил педагог школы. Его идею поддержал заместитель директора, говорится в сообщении. Чиновники называют решение администрации учебного заведения непродуманным и неприемлемым. Администрация школы также извинилась перед матерью Геннадия Кравченко, который погиб в Афганистане в 1988 году и имя которого носит школа. Чиновники из администрации школы взяли на особый жесткий контроль вопрос участия в различных конкурсах. Какие же молодцы! Аж гордость берет! Не чиновники, а орлы! Конкурсы они на контроль возьмут, а школьные туалеты на контроль взять не хотите? Господи, ну это просто какой-то сюр. Давайте подытожим. Возмутились, извинились, наказали. А где в этой веселой цепочке ремонт? Хороший вопрос! Людей возмущает не состояние школы? Нет. Непонятно, как это посмели рассказать о проблемах? Вы что? Это же унижает память ветерана. Мама, роди меня обратно. Туалет будет срочно отремонтирован. Адекватная реакция. Возьмем на контроль школьные конкурсы. Наша реакция. Похлопаем. Какой можно сделать вывод? Приватность сильно переоценена. Дверцы? А зачем? Что ты там скрывать собрался? Ты что, аниме смотришь? А вот что написала мать погибшего ветерана. Она же председатель общественного совета при Министерстве образования и молодежной политики. Это мелкое ЧП является однозначным, с моей точки зрения, подтверждением того, что против нашей страны, а значит против каждого из нас, развязана гибридная война, которая пробралась уже на кухне граждан, проживающих на окраинах страны. То, что это не закончится просто так, тоже очевидно. А вот каков будет финал, зависит от общества, которое в своей массе молчит. А по существу происходит то, что предпринята очередная попытка в публичном пространстве путем привлечения внимания сомнительным содержанием под видом свободы слова оскорбить и унизить, постепенно превращая в биологическую массу педагогическое, родительское, ученическое сообщество двух образовательных учреждений, если иметь в виду конкретный случай. Где здесь унижение, оскорбление учителей, родителей и учеников, я, честно говоря, не знаю. Вот, посещать подобный туалет – это унижение. Самое настоящее. Прям вот точно для биологической массы. А чувствовать себя виноватыми должны те, кто с одной стороны рассказывает про величие страны, а с другой закрывает глазки на подобные фотографии. Конкурс был рассчитан на российскую школу и российских учителей. Провокаторы в политике не скрывают своих намерений и целей по дальнейшему развалу страны изнутри. Причем центр России мало, им уже нужна периферия. Взять школоту, лишить страну будущего – одна из целей. Технологии очевидны. При нашей неразборчивости, попустительстве, нежелании и неумении отличить зерна от плевел, у них это хорошо пока получается. Так это провокаторы такую замечательную уборную школе предоставили. Сплошные вопросы, а впрочем, ничего нового. Проблемы? А зачем о них говорить? Ты что, провокатор? Профессионально раскачиваем лодку по понедельникам. Удивительное рядом. Вот само наличие подобного великолепного места в школе, ничего память не оскорбляет. А вот когда об этой ситуации узнала вся Россия, вот это уже, конечно, дикое оскорбление памяти ветерана. Ну, тут, естественно, не поспоришь. Потемкинские деревни просто во всей красе. Но зачем постоянно акцентировать внимание на негативе? Давайте продолжим на позитивной ноте. Глава администрации Кирова Дмитрий Осипов встретился с 19 призерами и победителями Всероссийской Олимпиады. И пожелал им в будущем никуда не уезжать, а оставаться в этом городе. Позже, когда официальная часть честования талантов закончилась, школьники получили продуктовые наборы, состоящие из 4 пакетиков по 230 грамм каждый. Это были 2 кетчупа, 1 майонез провансаль и 1 пакетик... Школьники получили продуктовые наборы, состоящие из 4 пакетиков по 230 грамм. Это были 2 кетчупа... Это были 2 кетчупа, 1 майонез провансаль и 1 пакетик соусом 4 сыр. Вау, везет же кому-то. Победитель Олимпиады получит от 300 до 500 тысяч рублей. Победителям, призерам и участникам Всероссийской Олимпиады школьников и сборной столицы увеличат размеры денежных выплат. Такое решение принял Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы. Ну, с другой стороны, это новость 2019 года. Может, сейчас и в столице на кетчуп с майонезом перешли. К тому же, мы не знаем, может быть, в Кирове вдобавок полмиллиону пакетик с майонезом шел. Все, может быть. Об этом просто в статье не говорится. Выделили основное. На прошлой неделе я уже затрагивал тему лицемерия выпускного вечера. Сегодня мы орем, как и рихонская труба на семиклассницу и обещаем воспитать как следует. А в день их смахиваем скупую педагогическую слезу. Что-то в глаз попало. И рассуждаем о том, что именно этот выпуск навсегда останется в нашем сердечке. Но подобные ситуации всегда касаются только отдельных товарищей, в сознании которых это порой даже не считается лицемерием. Если же эксперимент Курской области, да, и сегодня обойдемся без Ростова, окажется успешным и он распространится на всю Россию, все красивые фразы об особой связи учителя-ученика, о моей второй маме, о нерушимом доверии и прочей ванильной красоте, можно будет смело смыть, сами знаете куда. Мы об этом уже в первой части видео говорили. Курских учителей обязали следить за социальными сетями школьников три раза в год и составлять рейтинги неблагонадежных. Комитет образования и науки Курской области подготовил методические рекомендации для руководителей образовательных организаций. Дети проводят в школе большую часть дня. Порой именно педагоги могут первыми заметить изменения в поведении ребенка, тревожные звоночки. Сейчас социальные сети занимают важное место в жизни детей и подростков. Обращая внимание на их странички, анализируя, чем они увлекаются, педагоги могут подсказать родителям, на что нужно обратить внимание. А что мешает родителям самим обратить внимание на социальные странички своих же детей? Почему именно педагоги, по факту чужие дяди и тети, должны мониторить интернет-пространство? Ну, родители же работают. А учителя, блин, не работают что ли? А все эти сказки про то, что очередной пакет с указами поможет вычислить сети любого злоумышленника, это типа Шизоид Парфентич с Глюка Андреевной объединятся и станут грозой опасной информацией в интернете? Так и вижу 80-летнего преподавателя химии, пытающегося разобраться, на что стоит обратить внимание. У Сереженьки репост айтипедии, а у Настеньки никсель-пиксель. Маршунь, это в какой столбик заноси? Пользователи ВК уже оценили инициативу. На часах 23.30. А Мария Ивановна, которая уже за 55 лет, выполняет рекомендации. Смотрит, сколько песен Моргенштерна добавил Витя Пупкин. И как Лена Скворцова отплясывает под Бузову в ТикТоке. А впереди еще пара тысяч фото селфи Кати в Инстаграме. Несколько стопок тетради на столе и одна седая ночь. Круто. Класс. Прорыв. Первый момент. О каком доверии к преподавателю может идти речь, если ты знаешь, что он мониторит твои соцсети? А самое главное, доносит куда нужно. Учитель не должен выполнять функции интернет-жандарма. Пожалуйста, запомните это. Второй. Раз ребенок много времени проводит в школе, может тогда классный руководитель пару раз в неделю будет к себе домой учеников приглашать? Или к ним заглядывать, чтобы ужин приготовить? Ну детки же не чужие все же. А родители вон до ночи работают. А ребятишки без присмотра. И горячей еды. Вы что, своих учеников не любите? А теперь внимание, просто максимально шокирующая информация. Пристегните ремни. У учителей тоже есть дети. Им тоже нужны мамы и папы. И после того, как ты выполнил все свои должностные обязанности, прописанные в трудовом договоре, можно уже на свою семью обратить внимание? Нет. Вот, соцсеточки проверь сначала, а то мамы Васеньки нет на это времени. Она же на нормальной работе работает, а не в школе. В общем, уважаемые высокие чины, продолжайте говорить про особую роль педагогов в обществе и заставляйте их заниматься вот этим. Не волнуйте, школьники-то вторую страничку создадут. И да, теперь эти самые проблемы будут еще труднее выявить, потому что ты же понимаешь, что по факту под колпаком теперь еще и учителей. А вот осадочек и полный недоверие к педагогическому составу останется. Что содержится в этих рекомендациях, рассказал директор одной из школ. В число критериев, по которым следует оценивать школьников, входят отсутствие аватарки, наличие или отсутствие друзей, наличие фото, записи на странице и так далее. Не каждому родителю понравится, что его ребенка изучают на законодательном уровне. Ответственность за воспитание детей лежит как раз на родителях, добавил Мартынов. Что на аватарке? Аниме? Так и запишем. Безумно порадовали педагоги, отметившие, что настоящие учителя должны без всяких рекомендаций этим заниматься. Нигде белое пальтишко не жмет? Естественно, своей же жизни после школы нет. Своих детей воспитывать не нужно. Так может проще усыновить всех? Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите мое несчастное больное горло лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарии. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Майонез и соус 4 сыра.